Продолжение следует... Начать наш сегодняшний вебинар. Я, во-первых, отвечу на вопросы, которые увидел уже в чате, на вопросы и реплики. И, во-вторых, скажу несколько общих слов по поводу наших будущих вебинаров и по поводу того, как подписаться, зарегистрироваться на наши вебинары. Ну, во-первых, сразу отвечаю всем, кто задавал вопрос по поводу непришедших вебинаров. Что делать, если вебинар не пришел? Ну, во-первых, подождать пару дней. Иногда письма запаздывают. Во-вторых, посмотреть в папочке спам, если там тоже не нашлось. Написать лично мне на мой рабочий адрес. Я адрес вам напишу в первые минуты вебинара, чтобы сейчас не задерживать внимание. Написать лично мне с указанием своей фамилии, имя, отчество и того вебинара, на который вам не пришел сертификат. Также хочу поблагодарить коллег за добрые слова, которые в наш адрес здесь прозвучали в самом начале чата. Огромное спасибо. Нам, конечно, очень приятно в нашей компании Директ Медиа за то, что Директ Академия вам нравится и вы на нее с удовольствием ходите. Ну и несколько слов, как всегда, в начале вебинара. В самом начале чата находятся две важные ссылки. Первая ссылка – это ссылка на наше расписание. В нем можно зарегистрироваться на все вебинары нашего расписания вплоть до июня 2018 года. Конечно, это расписание еще, может быть, не содержит всех вебинаров, еще будут какие-то уточнения в этом расписании, но, в принципе, им уже можно пользоваться. Оно рабочее и зарегистрироваться можно хоть на вебинар через 3-4 месяца. Все будет нормально. Вторая ссылка – это она отвечает на вопрос, будет ли производиться запись текущего вебинара. Да, как всегда, у нас всегда записи производятся, и записи вебинара появятся на нашем канале на YouTube. Ссылка на этот канал вот здесь. Там уже более двух сотен наших вебинаров лежит, и этот вебинар тоже будет выложен туда. День выкладки, как правило, в четверг появляются вебинары за всю прошедшую неделю. Ну и, как всегда, хочу прорекламировать два вебинара, которые состоятся следующими вслед за текущим вебинаром. Это завтрашний вебинар, который не состоялся 5-го числа. Завтра, я надеюсь, он наконец состоится. Это интересный вебинар «Диалога и тренажеры» и «Брэнч Трек». Наш коллега из Риги Сергей Снегирев, автор и генеральный директор компании «Интея», владельца бренда «Брэнч Трек» расскажет из первых рук про диалоговые тренажеры «Брэнч Трек». Ну и 22-го в пятницу Татьяна Телегина расскажет нам про PowerPoint «Приемы быстрого создания качественных презентаций». Это первая часть, а вторая часть состоится, если не изменяет память, 28 декабря перед самым Новым годом. Ну что ж, вот и все. Как я обещал, я сейчас дам в чате свою электронную почту. А сейчас я хотел бы передать слово Константину Николаевичу Кустюку для нашего сегодняшнего, нашему сегодняшнему спикеру, для того, чтобы провести сегодняшний вебинар «Тайна власти электронных медиа. Сделают ли они с книгой то, что творят с периодикой?» Прошу вас, Константин. Добрый день, уважаемые книги. Благодарю всех, кто пришел в это предновогоднее, предрождественское время. Я думаю, вы не разочаруетесь, кого интересует эта тема. Сегодня она, как вы видите, достаточно провокационно поставлена. Но, тем не менее, это будет скорее теоретический семинар о будущем книге. Книги «Ситуации в современной медиасреде». Собственно, эта тема очень созвучна с темой моей книги «Книги в новой медийной среде». Кто это видел, какие-то идеи здесь получают развитие. Ну, я надеюсь, что кому пришел, тема будет интересная. Ну, а вообще, эта провокационная тема спровоцирована вполне конкретной постановкой вопроса. Другой книгой Андрея Мирошниченко, которого знает медиаэксперт, именно по вопросам цифровых медиа, их борьбы с бумажными медиа. И вот одна из его работ так и называется «Когда умрут газеты». И здесь он достаточно однозначно трактует вопрос, во-первых, что они умрут, и, во-вторых, что это произойдет совсем скоро, буквально в 2030 году, практически не останутся в живых представители того поколения, которые рождались еще с полноценными настоящими газетами, с подписками, вот, шелестящими, большими газетами. Вот, все постепенно идет на нет, и вот где-то есть и точка, когда все заканчивается. Ну, а вот здесь приведены его три глобальные причины, аргументы. Первая причина – это возникновение цифрового способа передачи контента вместо аналогового, который включает в себя интернет, но им не ограничивается. Вот, ну, прежде всего, этот тезис – интернет заменит газету, по меньшей мере, СМИ. Вот, и здесь он вполне-вполне может быть и прав. Вторая причина в демографии – это то, что я озвучил, у меня в целом этот аргумент больше всего, честно говоря, так подвиг, что после осевого поколения, вот это называют поколения, которые пережили сразу несколько таких индустриальных эпох, медийных эпох, и вот эта вот их традиция не передается по наследству, каждое поколение заново овладевает медийными практиками. И вот у нынешнего поколения NEX, X, Y, там, как их называют, практически уже нет этого опыта работы с бумажной прессой. И третья причина связана с крахом системы дистрибуции, физической доставки бумажных носителей информации. Именно с краха распространения начнется смерть газет. Дистрибуция существует, пока наполняемость системы не ниже определенного уровня. Как только подписка упадет ниже этого уровня, система перестает существовать. Ну, тоже серьезный аргумент. Действительно, всегда есть какой-то уровень рентабельности, и подписка уже стремительно снижается до этого уровня рентабельности. В принципе, совершенно согласен с этим. Как только эта точка достигается, все, бизнес не имеет интереса, не имеет даже возможности работать в таком направлении. И, пожалуй, это один из тоже важнейших импульсов, который подрывает бумагу и помогает цифровым медиам. И, тем не менее, это такой очень радикальный вид. Многие из экспертов прессе СМИ в него не верят. Попробуем разобраться поглубже. И, в общем-то, ну, как свойственно моим семинарам, начнем мы от Адама и Евы, вот с каких-то таких самых основ, которые предлагаю именно я, круг понятий, которые для меня кажутся ключевыми. Начнем вот с акраментально известной фразы маршала Маклюина, на которую я вообще бы основательно так сослался. Он именно задал круг понятий, в которые сегодня ведется дискуссия о медиа, о их будущем, о соревнованиях электронных и традиционных медиа. И вот вокруг его тезиса «Медиа – это сообщение» строится очень много подобных построений. Я бы здесь выделил три архетипа медийной коммуникации. Архетипа и типа. Какие бывают у нас сообщения? Ну, самое первое и основное – диалоговое сообщение. Мне кажется, вокруг него структурируется вся наша жизнь. Оно вбирает вообще всю нашу бытовую коммуникацию. Если смотреть в социальной перспективе, то вот именно эта коммуникация связывает людей между собой в самых базовых структурах. Семья, род, можно сказать, что базовые социальные структуры, они покоятся на этом типе сообщений. И некоторые люди живут только вот в рамках этой коммуникации. Второй вид, он уже более высокий. Сообщение «Гонец». Ну, по сути дела, вот как приезжал в свое время «Гонец» и сообщал какие-то указы, какую-то правительственную информацию. Вот это сообщение уже имеет характер действительно информации, некого нового сообщения, которого там раньше было неизвестно. И вот именно такой тип сообщения начинает структурировать более глубокие и сильные социальные структуры. И, скажем так, обобщающе, государство, как социальная структура, опирается вот на такого типа сообщения по вертикали, который несет в себе некое насилие, некая обязательность. Ну, и еще один тип я бы выделил глубокие сообщения «Курган». Это, по сути дела, первые сообщения, которые были, существовали в истории цивилизации, которые до нас дошли. «Камень» или «Захоронение», в котором предки пытались что-то сообщить своим потомкам. И понятно, что это сообщение, с одной стороны, самое бедное, мало в себе содержится, с другой стороны, самое глубокое, основательное. И вот именно в такого рода сообщениях и передавались ценности, традиции. И, по сути дела, на таких сообщениях основывается цивилизация, ход культуры. Это целый большой архетип сообщения о ценностях. Вот, собственно, три таких категории. И можно сказать, что они не только остаются, как есть, так и остаются, но и их форма во многом остается той же самой. Ну, вот, в частности, «Курган» или, скажем, «Могильный памятник», он и сегодня остается одним из таких ключевых сообщений, которые мы не можем вычеркнуть из нашей жизни. Ну, а если вот смотреть формы, в которых эти типы воплощаются в нашей современной жизни, то я бы здесь им в параллель поставил три таких больших медиадомена. Ну, во-первых, книга, можно сказать, что «Курган» и книга связаны единой с природой. По сути дела, книга тоже нанесение неких там насечек книг. И, в общем-то, она тоже имеет возможность вести диалог о ценностях. Она тоже строит общество, цивилизацию. В общем, способна переносить сообщения на века и тысячелетия. Второй домен – СМИ. Это я бы связал как раз с сообщениями гонцом, то есть информирование в первую очередь, причем оперативное информирование, информирование, связанное со структурами власти. Недаром СМИ называют четвертой властью, и СМИ и власть просто – это такие вещи неотрывные друг от друга. Ну, а третий блок, он совершенно новый, потому что диалоговое сообщение до сих пор в рамках традиционного бумажного и другого формата не могло воспроизводиться в нашей жизни никаким образом. Никто не мог заместить или как-то создать аналог к нашей диалоговой повседневной межличностной коммуникации, разговору. До того, как пришли электронные медиа, и даже более того, цифровые медиа. И вот сейчас, и именно одно из самых основательных волн и направлений цифровой революции, связано в первую очередь с тем, что электронные медиа это могут. И они перестраивают нашу коммуникацию, они перестраивают нашу быт, нашу жизнь, все, что вокруг нас. А теперь немножко детальнее, почему это и что. Мы будем различать медиа и медиумы. Медиа строится на медиумах, но это совсем разные вещи. И я призываю в первую очередь вспомнить о том, что все, что мы воспринимаем в коммуникации, происходит благодаря медиумам. Мы имеем контакт только с медиумами и ни с чем другим. Ну и в частности, основной медиум коммуникации, естественный медиум, это голос. По сути дела, сознание должно что-то получать. Медиумом для сознания является голос, а именно колебания в воздухе, звук, который посредством этих воздушных колебаний переносится. Соответственно, оформляется в этот вид медиума фонемы, то есть воспринимаются фонемы и, оперируя ими, возникает речь. Голос, разумеется, ключевой естественный медиум для всей нашей коммуникации. Из него все растет, на нем все основывается. Но, опять-таки, по сути дела, все основывается на воздухе и воспроизводстве звука. А вот второй ключевой канал информационный образ, он основывается на свете, на фотонах. И посредством образа мы можем воспринимать в данном контексте буквы. Из букв рождается письменность. Вот вся-вся линия, которая связана с дистанционной передачей информации, она связана с образом. И, собственно, чат и формирует наши привычные практики, которые идут из древности, практики голосового общения. Вот и у Маклюина, именно на визуализации, на трактовку. И, в общем, надо понимать, что эти естественные медиумы – это наша жизнь. Нельзя здесь оторвать голос от образа. Мы глаз от языка не можем оторвать. И, собственно, наша основная, базовая, повседневная коммуникация – это всегда аудиовизуальные события. Так что, естественно, медиумы существуют сами по себе. Мы не задумываемся о том, что они есть. И поэтому их нечасто привыделяем. Понимаем, что это медиумы всего лишь. А вот дальше идут искусственные медиумы. Наши попытки воссоздать эту коммуникацию уже совсем в других формах. И первое, основное медиум – это тело. Тело во всех его проявлениях телесности. Первой основой его долгого, длительного сообщения было камень, самого надежного. До сих пор получаем от них сообщение. Но также можно назвать дерево, любой твердый предмет, на который можно что-то нанести, сделать насечку и оставить свое сообщение. Вот, собственно, я бы сказал так, что это основа всех форм, связанных с письменностью. Но выделил бы все-таки полотно из этого тела. Полотно все-таки не совсем твердое тело, да? Но главное, что оно имеет выдающееся значение для нашей задачи переносить коммуникацию вдаль и во времени. Это может быть, конечно, пергамент, бумага, как самые технологические, адекватные, лучшие средства для этой задачи. И, как правило, уже нанесение информации, не насечка, а это нанесение некой краски в разных видах. Вот это уже колоссальный технологический скачок, который вывел нас из доисторического времени, скажем так, в историческое осевое время. Вот это искусственные медиумы, благодаря которым буквально до последних 50 лет мы все время пользовались, и ими, по сути дела, исчерпывались наши возможности цивилизационные. Вот. А вот то, с чем мы имеем дело сегодня, это я назвал матричными медиумами. Потому что в основе воспроизводства информации в них, как правило, лежит матрица, то есть некая сетка, которая заполняется визуальным материалом. Вот. Это совершенно другая технология. Она уже у нас электронная. Ну, а самое главное, что она покоится не на каком-то там нанесении на предмет краски или что-то, а на излучении. То есть здесь прямые световые технологии делают. И, в общем-то, та основа медиумная, которая передает информацию, это контрасты света и тьмы. Вот из них возникают все экранные технологии, и их спектр, как вы сегодня знаете, очень широкий, все виды экранов. Вот они, по сути дела, основываются на этой матричной технологии разными видами достижения и изобретения, разными материалами. Вот. И еще отметил бы среди них особый вид, основанный на пигментизации. когда не свет бьет в глаза там или в экран, а, по сути дела, традиционным методом свет, наоборот, закрывается и возникает эффект отраженного света. Вот на сегодня такую технологию имеют ЕИНК, электронные чернила. Вот в ридерах книжных здесь она не очень широко распространена, а вот в различных там табло и прочее это имеет очень широкое распространение. Главное, что здесь совершенно тоже все-таки принципиально другой вид медиума, это свет отраженный, который вот не излучается. Вот. Ну, еще бы, как четвертая категория медиума, выделил бы аналоговые медиумы. Вот. Видеосигнал аналоговый, он постепенно уходит из нашей жизни. Вот. Это уже аналоговые, это не матричные, это происходит благодаря сигналу и волне. Но, в общем-то, все равно она, сигнал и волна, порождает излучение. Вот. А вот аудиосигнал, он как был, так и остается во многом аналоговым в нашей жизни. И он воспроизводит звуковые колебания, он точно также имеет очень большое распространение. Вот это вот вещи, которые позволяют переносить информацию из одного места в другое. Вот. И обращу внимание, если мы берем визуальные, образные форматы, что все эти медиумы объединяет одно понятие. Экран. Все, кроме естественных. Вот если в естественных наш глаз не имеет формы экрана, или, так скажем, что это там гигантский 3D-играй экран с очень широким полем видения, видения, то вот искусственные медиумы, а дальше уже и матричные, и все остальные, они могут уместиться только в определенный квадратик того, что мы видим, экран. Вот. Но тем не менее, вот важно, что традиционные медиа и новые электронные медиа это понятие не разъединяет, а наоборот сближает. И то, что экран входит в нашу жизнь, экранная культура, по сути дела, это никаких не несет медийных новаций. И с этим мы уже живем вместе с книгой много лет. Вот. И еще обращу внимание, что вот в силу того, что естественные медиумы, они доминируют, аудиовизуальная коммуникация, она всегда богаче, она всегда сильнее любой абстрактной вычлененной коммуникации, то есть коммуникации искусственных методов. Мы поговорили о медиумах, теперь немножко о медиа коммуникации, что это такое. Вот. Обобщу так, что медиа это профессиональные средства коммуникации, воспроизводящие естественную коммуникативную среду. И как они это делают? Ну, понятно, что медиа не существовала до сих пор, пока не было стратегий вот воспроизводства такой коммуникативной среды, не было задачи противопоставить естественной среде некую там отдельную коммуникацию. Вот. И методами, которыми обычно пользуется медиа, я считаю, три. Ну, во-первых, это дуплицирование реальности, да, то есть мы можем воссоздаем реальность в каком-то совершенно ином виде, но простой пример картины, да, и эта реальность у нас застревает и зависает. Виртуализация реальности, идем дальше, да, это уже не просто дуплицирование, а некое воспроизводство, некую самостоятельность, самобытность, самобытная жизнь вот этой реальности. Ну, вот как пример элементарный кинок, да, где эта реальность уже живет своей жизнью и вполне себе самостоятельно воспроизводит то, как вот, как будто это была настоящая реальность. Вот, ну, и третье, такое самое сильное, далекое уже воздействие, это изменение реальности, когда медиа имеет возможность ее каким-то образом менять, тем, что они внедряются вообще в нашу жизнь и заставляют как-то действовать. Ну, и в частности, вот такая интерактивная форма, как игра, которая, по сути дела, уже единство образует между реальным и виртуальным миром. Вот, я вижу, идут вопросы, вот, но если позволите, в конце я вернусь, чтобы не отвлекаться и дам объяснение дополнительное. в целом, вот благодаря этим свойствам, особенность медиа создавать собственные виртуальные миры, в которых можно жить, можно ими там упиваться, наслаждаться. Ну, вот роман, это, наверное, первый такой феномен, когда стало очевидно, что они это могут. Можно жить романом и воспроизводить вполне себе полноценную настоящую жизнь. И еще бы я отметил свойства медиа, их интенциональность, это перетягивание внимания на себя. Медиа не могут существовать просто, они все время борются за внимание, это их воля, это их цель, задача жизни, и все, кто вовлечен в жизнь медиа, они занимаются все время этим. Они не могут просто создавать эти миры, они борются за то, чтобы эти миры стали частью нашей жизни, чтобы мы в них погрузились. вот, и эта борьба между различными медиа, она ведется постоянно, но с начала существования электронных медиа, она стала просто на убийстве, что называется. Вот вам разница диаграммов изменений в медиа потребления буквально за три года, и причем только в нашей стране. вот, и представьте, вот, если бы этот опрос был три, сто лет назад, да, у нас бы вот здесь было только вот эта красненькая полоска книги, ну, может быть, там еще какие-то газеты, круг был бы одного цвета. Вот как изменили наше медиа потребление электронной формы, и то вот здесь вот скажем гаджеты еще не отражены, которые на самом деле уже снова все изменили, всю картину. Вот, а как вы видите, телевидение, радио, то есть базовые электронные, они очень здорово отъели весь этот круг, вот, и интернет, который тоже электронный, он, так сказать, растет, за три года вырос более чем в два раза. То есть для неэлектронных медиа в нашем внимании, в нашем медиа потребления остаются просто жалкие крохи. Ну, вот здесь написано, что это 8 минут дня мы тратим на книги 1,7%. Вот, наверное, уже на сегодня стало меньше. Ну, а уж газеты, журналы, там вы видите, это еще больше, более низкий показатель. Так что, вот так вот, такая ожесточенная борьба на медийном фронте. Почему происходит эта победа? И, собственно, вот наш вопрос, мы будем все время к нему возвращаться, от паян электронных медиа, что они делают с периодикой и газетами. Я бы здесь вот остановился, как на одном из центральных слайдов и тезисов о том, что в данном случае мы имеем дело совершенно с медиа двух разных природ. С двумя медиа-средами, на самом деле. и первый я бы выделил медиа-макро-мира, то есть, это и есть наши традиционные медиа. Почему я их так называю? Потому что это медиа-телесные. Вот. И в данном случае, вот, прошу обратить внимание, тоже на книгу, я вот все время на это обращаю, да, вот эта книга моя, которая, вот, что книга у нас кирпич. Вот. И с этим нужно и считаться, и, так сказать, не отвлекаться от этого фактора. Чтобы передать кому-то содержание книги, информацию, которая там, нам надо обязательно этот кирпич перенести и передать нашему другу. Вот. Без того, чтобы его перенести, ничего не получится. И это фундаментальное свойство вот всех этих традиционных медиа. Они телесные, их можно пощупать, потрогать, их можно вот только воспринимать, как они есть. И вся логистика их является вот нашей поварной транспортной логистикой. А по сути все вся работа с ними и общение опирается на механические законы Ньютона. То есть это все происходит по тем законам, которые мы изучали, которым подчиняется весь наш телесный мир. С его скоростями, с его возможностями. Ну а главное, что мы адаптированы нашими чувствами и способностями только на этот мир. Поэтому книгу мы спокойно можем воспринимать, мы ее любим. А вот электронные медиа это совершенно другая история. Это медиа микромира. Они покоятся по сути дела на физической реальности другого уровня. Мы можем сказать уровне нано, если вы хотите. Но по сути дела на законах описываемых теории относительности квантовой теории. Здесь все производится электронными, протонными и на выходе получаются те свойства, которыми обладают вот эти носители этой среды фотоны с ее скоростью света, движение электронов, движение электрической энергии. И вот эти свои бешеные свойства атомной энергии и всего остального, они способны переносить на информацию. И скажем так, емко информация получает возможность работать на предельных скоростях и на предельных расстояниях. Что это означает в нашем макро-мире? Что расстояние исчезает, что нам все равно 10 метров или 100 километров или 1000 километров. Все это примерно в одно время до нашего адресата добирается за одну секунду. И нам все равно какие скорости, как течет время. это ночь в другом расстоянии или день. На какой скорости? Когда речь идет о скорости света, мы для себя считаем, что скорости нет, времени нет, пространства нет. И даже то, что я формулирую, вы понимаете, что речь идет об огромных изменениях нашей медиареальности. Изменениях, которые совершенно не сопоставимы с теми возможностями, которые давал макромир, который наш кирпичик книга могли нам принести. Об этом долго я не буду рассказывать, что может и пока принесли эти медиа микромира гораздо меньше, чем они могут. Мы только в начале пути, но в частности для нашей публикационной сферы пару таких визуальных параметров. вы видите, вы знаете, насколько растет открытый доступ, возможности публикации. И вот это в частности диаграмма, отражающая рост публикаций в известном сервисе архив. Ком. Научные архивы. Вы видите, по какой линейной прямой жесткой линии повышается поток публикаций. Низкий барьер публикаций, дешевизна, удобство, потом скорость. Вот это то, чем берет цифровой мир. И вот глядя на эту диаграмму, сразу становится понятно, что традиционные медиа, они просто не могут вот этот поток в себя уместить. То есть мы не можем ограничиться и жить, как вчера, традиционными бумажными медиа, потому что они просто сегодня не способны обработать вот этот, вместить в себя этот информационный поток. Вот так что электронные медиа выигрывают своей дешевизной низким барьером входа, скоростью дистрибуции удобством ее, а потом я бы очень выделил силу электронных медиа в ее возможности имитации. Эти электронные протоны, они преобразованные в наших технологиях образуют удивительные свойства воссоздавать все, что угодно. И мы с вами недаром уже бреемся электробритвами и что только не делаем тесто готово в этих машинах мультиварки вот это все электронное оно учится и учится очень быстро. Мы уже конечно о киборгах думаем и рисуем себе картины будущего. Все это по сути дело свойства электронного медиума имитировать нашу жизнь и воссоздавать то, что мы раньше делали только своими руками воссоздавать совсем в другом виде. И книга по сути это один из примеров. Когда вот еще вчера нам нужна была технология станки печатать тиражировать а сегодня вот тот же текст мы смотрим на экран в нашем планшете видим тоже текст те же буковки но они воссоздаются уже совершенно по другим технологиям и в другой среде. И вот эта книга которую мы видим на планшете она существует только тогда когда планшет включен. Выключили мы его все книги не существует как будто не существовало. Так что электронные медиа они умеют имитировать а имитируют они в первую очередь как раз то что мы видим и слышим то есть наш медиамир вот и в этом плане они имитируют все что только мы можем себе вообразить и заменят все наши традиционные носители вот но еще свойства интерактивности гибкость они живые они могут не просто пассивно воспроизводить они могут участвовать вот как в Гарри Поттере там газеты показывали и говорить могут статьи и фотографии и все что угодно так что бонусы и козыри у электронных медиа очень сильные и пока они еще можно сказать даже не выложены хотя основной конечно основные форматы я считаю они уже себя проявили компьютер гаджет это уже базовые вехи вряд ли что-то можно более революционное в электронных медиа придумать вот ну и чтобы подтвердить это цифрами и какими-то там научными положениями сошлось на закон Мура именно касающий информационной электронной среды который звучит так что информация удваивается каждые два года и в общем-то ну это основано на технологиях транзисторов но в общем-то пока держится примерно в тех же параметрах вот этот закон и он удваивает объемы информации объемы килобайт мегабайт гигабайт нам приходится справляться каждый раз все больше и больше вот этой корзиной этих мегабайт вот а в целом вот Ричард Робертсон тоже интересный ученый он подсчитал информационную емкость каждой цивилизации я показывал эти графики и вот та цивилизация которая приходит с компьютерами цифровыми медиа она на самом деле увеличивает информационную емкость нашей культуры по сравнению с книжной культурой в 100 миллионов раз вот представьте себе вообразите эти цифры а визуально они отражаются хорошо вот на этом графике вы видите что тысячелетия мы так сказать примерно на одном уровне вот по горизонтали эволюционно развивались и вот что произошло с книги а в основном здесь здесь по-моему новое время берется книжная культура увеличила а электронная культура экспон экспонационально по сути дела взорвала медиасреду так и последняя страничка которая вот в этой философии в нее встраивается это понятие симулякров симулякры понятие постмодернирской философии здесь у нас есть имена Жака Бодрияра Батая Жана Делеза ну и вообще французский философ которые вот развивали такую интересную тематику вот симулякры это знаки симулирующие реальность но это не просто знаки а знаки которые действительно претендуют уже быть этой реальностью в которых мы часто путаем истинную реальность с симулякрами вот как вот пишет Бодрияр речь уже идет не об имитации не о дублировании не даже о пародии речь идет о субституции замене реального знаками реального и в общем-то та тема которую подняли французские постмодернизмы была о том что медийная реальность она все больше замещает естественную реальность и инструмент этого воздействия влияния симулякор как некий знак или фаза знака по сути дела генерирующего реальность создающего вторую реальность с тех пор прошло уже слава богу больше 50 лет в общем-то может быть какие-то радикальные предсказания не свершаются нам удается жить и в том и в этом мире но в общем философы были правы и все больше с каждым технологическим скачком различие между медиумом и реальностью исчезает и все медиа все больше становятся симулякрами вверх может брать то один то другой вид медиума или реальности но в общем-то наша современность соткана из борьбы за власть и внимание между симулятором и реальностью и различать нам очень сложно ну а главное жить мы сейчас не можем только в одном мы не можем отказаться от этой симулированной реальности от медиа реальности наша жизнь будет нечто тогда совсем другим что мы себе представляем вот причем надо понимать что в формате симулякров то есть самостоятельной реальности существует не только медиа но и проявление сознания знания образования информация вера религия ценности вот усиливаясь этими инструментами симулякров все они входят в пространство симулированной реальности и действительно там полноценно качественно многообразно живут и особенно я думаю что четвертая постиндустриальная революция о которой говорят много в последнее время вот это еще один будет очень серьезный шаг превращение реальности в медиа реальность в симулированную реальность когда уже совсем не будет видно различий между симулякром и реальностью медийной и телесной реальностью роботизированная наша жизнь управляемая искусственным разумом и вообще технологиями технологиями да то есть симулякром в новой трактовке это технологическая реальность и от нее мы не можем не только отказаться но даже вот уже от естественной реальности ее не можем практически отличить вот до такого порога до такой степени нас довели электронные медиа создав цифровую информационную эпоху в чем мы оказались что такое цифровая информационная эпоха ну здесь бы я опять сослался на интересные работы Эммануэля Кастельса ведущего теоретика этой сферы информационной эпохой экономики общества и культуры вот ну в отношении нашего вопроса выделил бы два тезиса книги книга и печатные медиа встроенные в телесную информационную коммуникационную среду они очень органично вот вливались в нашу прошлую жизнь тоже революционировали ее ну в общем хорошо в нее вписывались они ее не меняли они именно вписывались в нее вот а вот электронные медиа они меняют телесную бытовую и коммуникационную среду они действительно внедряются и они уже по своим правилам переиначивают нашу жизнь взять даже коммуникацию нашу по сути дела уже бытовую коммуникацию с помощью менеджер м мессенджеров да это это по сути дела уже наша основная форма общения с друзьями которые затянила реальное общение нашу возможность встречаться лицом к лицу встречаемся мы только иногда а вот благодаря этим медиа общаемся мы буквально там каждую минуту все время на связи вот это пример как электронные медиа именно изменили наш быт ну а в целом думаю что мы с вами хоть и постепенно мы видим как изменение цифровой информационной эпохи действительно поменяли наше общество нашу повседневность и наш ритм и стиль жизни вот кастерс называет это сетевой цивилизации которая соткана из информационных потоков и сетевых связек которые ведет разрушению границы иерархий которые базируются на энергетических полях очень быстрой смены всего совсем ноги мгновенной связи друг с другом в общем вот сетевая цивилизация которую это отчасти уже живем вот все это ведет к полной перестройки ключевых сфер жизни финансовой экономической производственной трудовой и брачный и медийный то есть везде последствия довольно заметны хотя нам слава богу удается вписываться и как-то в эту нашу жизнь это включать и нам кажется что наша жизнь такая же как была и прежде вот общество мир вокруг меняется ну и вот эти ключевые изменения которые бы я выделил формат цифрового мегаполиса в котором формируется новый тип общества социальная плазма если раньше мы структурировали классами и стратами сословиями вот в мегаполисе мне кажется все это превращается в плазму с вот той энергетической картиной которую мы видим наблюдая солнце с взрывами магнитными бурями вот этими мощными химическими реакциями если сравнивать с каким-то там трехтысячелетним городом иерусалимом например мне кажется вот этот вот образ солнца кипящего и горящего будет как раз кстати и цифровая электронные медиа среда которая уже ключевой является в этом обществе вернемся немножко к началу нашей лекции где я выделял архетипы и говорил что диалоговая коммуникация раньше ничем не могла заменена никак не могла быть воспроизведена вот главная черта сегодняшнего медиапроцесса по моему убеждению это как раз овладение цифровыми медиа навыками диалоговой коммуникации эти наши экранные медиа они действительно все больше становится способны ее полностью воспроизвести я сижу с вами рассказываю себя в кабинете а вы в иркутске владивостоке меня слушаете и как будто если бы мы сидели бы вот в одной комнате с небольшой разницей все это конечно революционно и если бы это об этом представляли девятнадцатом веке сносила бы голову а сейчас это уже нас и не удивляет и вот этот вот это вот овладение диалогом это еще раз повторю основа всей цифровой революции и именно поэтому цифровые медиа перетягивают одеяло на себя со страшной скоростью и сформулирую это опять-таки емко именно поэтому масс-медиа покидает бумагу не бумага уходит от нас да и традиционные носители мы также любим и также она хороша как и было нет масс-медиа уходит из бумаги уходит в электронные медиа и переходит в новую среду обитание масс-медиа а какая она ну во первых это интернет а его сильно в том что это мультимедийная реальность то есть действительно носитель который сопрягает разные медиа и видео и раунте радио все что угодно это по сути дела уже у нас инструмент как разные медиа как можно управлять разными медиа он универсальный транслятор может он и не интернетом будет называться это это просто глобальная сеть которая позволяет масс-медиа очень живо гибко существовать в каком-то одном котле измерений соц сети я называют удаленный коммуникатор вот это как раз очень близко к диалогу ума общению возможности общаться не смотря на расстояние с теми людьми которыми ты хотел бы общаться то есть это и мессенджеры ближайший аналог бытового общения и его но аналог в смартфон уходит смартфон который у нас всегда в кармане и представляет собой некий пульт управления миром в котором вмещается интернет и соцсети а с другой стороны привязанных смартфон и мы становимся некой марионе марионеткой цифрового мира в общем и нас и мы вот мы в этой сетевой структуре оказываемся привязаны через гаджет вот еще бы выделил новый формат гипертекст который уходит наш классический текст на традиционных носителей гипертекст как возможность многолинейного построения текстов и вообще прежде всего как утрата линейного построения культурных текстов надо иметь в виду что вот те тексты которые мы с вами создаем и будем создавать они уже не будут линейными все менее будут линейными они будут гипертекстами то есть множиться разнообразиться раскалываться переливаться и так далее вот собственно интернет соцсети смартфон гипертекст то куда уходит не только масс-медиа но и мы и к сожалению уходя туда это значит уходить от книги и книга которая сто лет назад была информационным монополистом сегодня превращается в информационного аутсайдера это реальность не стоит унывать тем кто любит книгу ну во первых есть и электронная книга и она нам будет также дорога как и традиционные ну а я хотел бы вас познакомиться с тезисом который мне кажется будет верный и будет играть здесь важную роль законом сохранения медиа среды вот здесь я ставлю вопрос так вообще может ли что-то умереть в культуре и отвечаю на него вопросом нет вернее ответом нет чтобы вот я не встречал из того что было в культуре мне кажется всегда есть следы пусть даже эрудиментарные формы но всегда это остается вот как я вам назвал курган как самое первое послание древний вид послания он сегодня вместе с нами причем примерно в той же форме вот так же так же много и касается другого если что-то в культуре устоялось то она так или иначе сохранится и здесь на это работает традиции на это работают вообще наш уклад жизни и сюда же входит и медийный форм фактор любой медийный форм фактор он формирует культуру и если он вжился в нее то он уже не отомрет он будет частью этой культуры больше или меньше вот это мне кажется такой важное важное обстоятельство которое всегда будет усложнять наш культурный фон и по сути дела мы ничего не теряем мы не умеем терять в культуре вот так можно сказать еще один закон который бы я здесь выделил важно для нас закон материальности форм-фактор физически телексный всегда имеет преимущество перед виртуальным вот здесь я бы даже сделал такую иерархию как я вам показывал по медиуму естественные медиумы это те чем мы живем чем видим и слышим да он просто условия нашей жизни до жизнедеятельности вот искусственные которые телесные это то что нам близко родное то что мы потрогать можем то что мы можем прочитать и вот этот тот физически телесный мир телесные меди это тоже наша жизнь то что нам очень дорого и вот в частности а вот и матричные вот это как раз то что нам недорого и не нужно в принципе и копейку за него не отдашь и вы видите что одни из важных трендов нашего времени это включение механизмов защиты от вот этой от электронного медиума защитов от формального цифрового количества виртуального медиаканала вот все чем нас захламляет и будет захламлять этот вот атомный вездесущий непобедимый электронный медиум вот от этого нам нужно сильно защищаться и сейчас эти механизмы включаются они будут еще более мощными человек всегда будет разоблачать электронные имитации а поскольку электронные медиа не только на имитации существовало существует никакого мира здесь не будет мы всегда будем с этим электронными с электронными медиа бороться хотя как и сказано прежде жить без них мы уже не сможем вот так вот визуально я выразил эту картину сосуществования видите все что когда-то было создано культурой театр возьмем базовый такой медиа формат он у нас всегда останется и книга именно бумажная именно вот как кирпич вот мы ее изобрели она у нас всегда останется что бы ни происходило какие бы там еще компьютеры не придумали и роботы вот так вот все медиа форматы они будут вместе с нами а почему я скажу вот сейчас потому что я считаю что в любом медиа сообщение есть два измерения два составляющие первое это информирование это знание то есть информация которая состоит заключается в сообщении понятно она может быть выделена а второй аспект это потребление развлечения мы с вами любую информацию любую коммуникацию воспринимаем глазами ушами чувственными органами и вот через эту чувственность к нам приходит комфорт удобство вот наш жизненный формат макро мира без которого мы не можем жить вот и вот если первый элемент можно как-то там заменить информационно другим видом тот вторую уже не заменишь и я сказал так что к любой медиа который реализовался в культуре в тот момент когда он реализовался он стал частью нашей коллективной души и жизни вот мы уже не можем жить без театра мы не можем жить без книги мы не можем жить без многого что мы вот воспринимаем на бумаге вот опять-таки ту же бумагу надо понимать более широко то же касается и симулякры симулякры в этом мой ответ как бы постмодернизмом это не обман а реализации нашей душевной жизни и симулякры он также реален как сама реальность не надо бояться симулякры мы спокойно нормально живем как виртуальной так и в обычной жизни важно просто не заблудиться и вот в итоге вот те свойства коммуникации которые несет себе которые несут себе эстетическую функцию медиа формата вот его прелесть его вкус то что мы обонянием чувствуем и то что сидим в театре и вокруг себя людей чувствуем вот это вот никаким видео спектакля не передастся никогда вот те чувственные данные в медиа сообщения они столь же важны как информационные сообщения и вот это гвоздь который нам позволит сохранить все что мы имеем сохранить театры библиотеки все остальное и вот цифровые медиумы не способны заменить это эти составляющие и слава богу но чем больше в медиа информационного элемента тем скорее он перейдет цифровой формат то есть что-то придется упустить и вот сейчас мы подходим к тому вопрос к тем вопросам которые которыми задались в самом начале что же будет с печатными сми вот и к сожалению хоть вот ничего не умирает но газеты умрут веращиченко считает что умрут и журналы но я считаю что умрут газеты вроде ментарных формах они останутся может быть это будет в библиотеках или там тех же самолетах кто знает вот но газета это та жертва наших традиционных носителей которые действительно попали почему ну я вот здесь пи 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 формулировал понятие средств массовой информации в общем-то они не то что просто средства массовой информации это ни о чем не говорит я бы назвал их средства оперативного информирования населения вот что объединяет наш сегодняшний сми и вот форм-фактор газеты он слишком привязан к информационной функции он ничто больше как просто оперативным информирование населения и вот тут а разворачивание газеты и там блуждание им глазом наверное вот для того поколения как перешенченко говорил для поколения родившегося и выросшего в газете он сохраняет свою прелесть и но действительно думаю для новых поколений они вот этого этой прелести все и все уже не ощутят и не ощутят потому что и нет практически уже газет трудно достать и нет какой-то чувства и вот прелести читать газету чтобы отличал ее от того чтобы читать ту же самую краткую информацию на экране вот может быть я все тоже здесь ошибаюсь не отрицаю этого но мне кажется вот электронная газета перейдет в электронный формат а электронная газета трансформируется в сайт и основной формат потребления новостей уже сегодня это сайт а вот для журнала мне кажется есть зацепочки форм-фактора журнала он жизнеспособен но во первых форме глянцевого журнала потому что он несет в себе вот эстетическую картинку которую не воспроизведешь другими способами у него есть уникальность кроме этого вот форме электронного научного журнала мы с вами продолжаем пользоваться журналами хоть они электронные них происходит систематизация научных сообщений и хотя говорят что может быть они будут заменены базами данных там и каким то что не будет вообще журналов научных да мне кажется независимо от формы там бумаги или в чем это сама форма систематизации она очень удобна и именно это сохранит журнал в будущем и тем не менее вот все это все формы сми будут проглочены формами соц сетей и сайта то есть основные виды все равно мы будем получать вот через эти я вижу очень буйная дискуссия параллельно идет сейчас я подключусь мы уже в конце пути а вот книги я вам самом начале писал это не сми и почему очень много почему по четырем пунктам ну во первых книга для нас это носитель знаний причем такой эксклюзивный носитель знаний ни в чем другом лучше его не проносишь им если знание понимать как некую совокупную комплексность не просто статью журнальную не просто сообщение да а знание как комплекс знаний вот книга удачно никто здесь не жалуется дальше книга это носитель мега-нарратива то есть большого текста большой текст и сегодня тоже в цифровых никуда не вставишь цифровые медиа как раз очень удобно для коротких сообщений они вообще делают нашу жизнь короче быстрее и поэтому они убивают сми традиционный а вот большой мега-нарратив пожалуйста в книгу упакуйте ни в чем он больше удобно себя не будет чувствовать ну и третье еще важнее мне кажется чем все остальное книга это органон абстрактного мышления вот в своей книжке я об этом подробно размышляю если бы не было книги как вот некого места где письменность себя чувствует очень комфортно то мы бы просто с вами не научились абстрактно мыслить мы бы не научились вот выделять себя из этого вот аудио-визуального потока повседневности не научились бы концентрироваться не научились бы абстрактно мыслить и пожалуй каждый согласится что все что мы имеем благодаря абстрактному мышлению поэтому книга и абстрактное мышление не отделимы друг от друга и поэтому книга несет в себе квинтэссенции письменной культуры квинтэссенцию и нашего знания информации и все это как было так и будет в книгах ну это вот тоже аргумент структуризации знаний независимо от формы материала структурирование это особое свойство форм-фактора ну и наконец то что я говорил физический материальный фактор он очень важный носитель книги бумажный блок образующий особый спектр эстетически чувствительных реакций книга и была и будет всегда дорогу человеку это не просто предмет это нечто очень близкое с его душой потому что с ним он ведет диалог любая бумажная книга для любого человека бумажная книга это этап его возрастления дети все равно будут познавать мир через иллюстрированную красивую книгу и уже это в отличие от газет никогда не оторвет нас от книги, от бумаги ну и вообще, как я сказал, не стоит сводить бумагу только к книге через нее происходит много что любовная записка, какие-то важные вещи в жизни вот здесь я бы сослался на пьесу Евгения Гришковца прощание с бумагой вот он все эти, все что у нас связано с бумагой он так здорово раскрывает вот, если обобщать вот это я считаю, есть несколько форматов которые могут поместиться только в книгу и не имеют альтернатив ну, во-первых, это роман то есть художественное чтение эстетическое удовольствие да, всегда мы будем все-таки стремиться читать роман через книгу не обязательно в бумаге в принципе, в электронной форме он тоже переходит, но это книга второй формат это учебник и монография вот из свойства органона знания способность систематизировать и представить вот этот объем третий формат это альбом художественный иллюстрированный это тоже некое особое свойство бумаги эстетической демонстрации демонстрации произведений искусства и здесь тоже никаким экраном не заменишь вот, интересно, что вот эти три формата я сам только что обратил внимание роман, учебник, альбом это те форматы, которые сегодня переживают наиболее быстрый переход на электронный формат и художественной литературы и учебниками, которыми мы занимаемся и вот альбомы себя хуже чувствуют бумаги вот, но тем не менее вот как бы это ни было вот эти формы без книги существовать не могут а мы не можем существовать без них так что ничего им не грозит вот, а все-таки, чтобы это не звучало противоречиво еще раз озвучиваю свой тезис который я всегда повторяю цифровая книга это единство и электронного формата электронного представления и бумажного формата и в каких бы видах вот это единство не реализовывалось но бумажный формат будет спить по печати, по требованию но он все равно всегда будет потому что это паспорт книги это некая ее фиксация без того, чтобы вот не напечатать и не положить библиотеку в книжную палату и книга не начинает существовать вот но это не противоречие это единство вот и в частности вот это единство и этот тезис мы реализуем в нашей деятельности издательства Директ Медиа мы не разделяем книгу электронной и бумажной наши авторы знают что они в равной степени получают дистрибуцию и в электронных каналах и в бумажных каналах вот одно дополняет другое так что так я думаю и будет сегодня уже те битвы и сомнения которые были на заре возникновения электронной книги поутихли никто по большому счету не считает их серьезными конкурентами вот а мировые тренды они тоже как-то разложили более-менее все по полочкам и можно сказать так что сегодня вот рост коммерческой электронной книги он остановился где-то на 20 10 процентах вот лидеры США Великобритании Кореи Западная Европа но там около к 20 подходит у нас пока поменьше вот и на этом на этой стадии начало даже сокращение доли электронной книги и напротив рост печатных пирожей вот может быть это временные такие флуктуации вот второе что очень важно тоже заметить рост авторской книги как естественная ниша новых электронных книжных технологий вот этот вот сегмент сам из дата авторского рынка он возник и он как раз в электронной книге себя очень комфортно чувствует там именно он и развивается вот и это тоже будет особая такая субкультура субсфера ну и третье все-таки будут происходить дальше углубления изменения технологий печати и продажи дистрибуции доставки конечно много еще изменений нам предстоит с вами пережить но в целом вот такого тренда чтобы когда-то была только электронная книга как раньше была печатная вот такого я убежден не будет но будет еще очень долгий процесс изменения ландшафта книжного ландшафта вот собственно вот это вот те тезисы и те какие-то видения с которыми я хотел поделиться с вами вот надеюсь это было вам не безинтересно вот но я вижу что пока я разговаривал у вас тут тоже обширная дискуссия развивалась ну вот видите интересный формат вебинара который позволяет и такое но тогда я быстренько сейчас пробегу где требуется мой вопрос то я его и ответил медиум не существует без человека краны будут валяться бесполезно по всей земле да да ну здесь уже какие-то есть параллельные комментарии которые созвучны потому что я говорю что за естественная коммуникативная среда и не настоящая реальность ну надеюсь что то что я говорил оно там многим все-таки было понятно еще раз подчеркну естественная среда это то что мы воспринимаем вами нашими органами чувств вот это действительно естественно она всегда с нами была и основывается еще раз подчеркну на глазе и ухе вот здесь сошлюсь на МакЛюнина вот именно так он строил свои понятия мне кажется это очень убедительно отличать вот от цифровой для того чтобы отличать от цифровой вот а на вопрос а что бывает не настоящая реальность еще раз сошлюсь на мой слайд симулякор вот это и есть не настоящая реальность да симулякор это претендующий на реальность да претендующий на реальность но не являющийся настоящим так действительно современные умения так можно сказать воздействовать на мир среда везде одна информационная ну видите это просто у вас другой строй понятия я же просто со своими знакомил с ними можно не соглашаться это одна из концепций медиа создает свою реальность где искажены события реальные к ним отношения вы приезжаете куда-то где их нет начинаете рассказывать о жизни информацию вас не понимают люди которые не смотрят телевизор вообще не знают некоторых актеров ну это все правильно да это вот это наши разные реальности то что здесь уже реальность от медиа не отличишь потому что мы тоже живем этими актерами это не о чем мы все время думаем переживаем реальность создает человек медиа только средств ну вот правильно и медиум средства и медиа как комплекс средств человек Евгения Юрьевна человек меры всему информационном поле получает информацию из тех или иных источников или не получает ну в общем здесь интересно идут параллельные как бы размышления вот я могу тут тоже почитать с удовольствием со многим согласиться человек это только один из элементов информационной среды не самый главный ну можно так сказать да среду отрывать от человека какая экономия бумаги электричество выключит и как будто нас не существовало все правильно если человек убрать вот тут и дискуссии да выключат включит электричество да при чем тут электричество мозг этого не воспринимает да но видите это вот отдельно идут вопросы очень интересные мозг столько информации не воспринимает а воспринимает примерно столько сколько и раньше хотя вот есть исследование мозг в эпоху интернета и интересные результаты что все-таки мозг меняется и вот в частности я это вижу и на детях на новом поколении они умеют работать сразу в нескольких медиа я вот не умею вот но я другом хотел сказать что существует коллективный мозг вот тот информационный поток он уже сохраняется не индивидуальной памятью а коллективной вот этой информационной памятью и мы с ней мы с ней работаем совсем по-другому через институты через социальные структуры вот защитная функция организма отражение отторжения информации ну я здесь тоже сказал об этом тут все верно информация без деятельности пока так да все размышления ну тут да вот Константин Николаевич наверное доволен что вызвал бурю эмоций чаще бывает что молча слушают молчат да кстати вот видите или вот обычно все молчат практически без вопросов или вот начинается свое движение информации деятельность знания так это вот ссылочки уже пошли проклипывая мышление так да тут боюсь что я долго листать буду сейчас буду искать вопросы чтобы вас не задерживать это отдельно еще прочитаю так театр эстетика эстетика тема непростая во многих аспектах болезненная ну да наша наша тема профессиональная очень интересно хотя и спорно ну так и я на это рассчитывал да это моя индивидуальная точка зрения здесь я на истину не претендую это видение вот ну что ж дорогие друзья спасибо что вы так живо участвовали и прямо на полях организовали такую интересную дискуссию я еще сейчас потом прочитаю ее внимательно вот надеюсь что это у нас не последняя встреча я в следующем году тоже постараюсь выстроить свой трек чтобы это был такой осмысленный курс лекций на предмет современных медиа вот этих изменений какое-то видение будущее вместо сопряжения с социальной нашей действительностью социальными перспективами с нашей профессиональной деятельностью вот благодарю вас за то что были с нами приходите к нам и отзываясь вот на то поздравление которое в начале прозвучало тоже всех вас от души поздравляю с наступающим новым годом с рождеством желаю счастья в следующем году и новых встреч уважаемые коллеги со своей стороны хотел бы поблагодарить Константина Николаевича за такую замечательную тему которая вызвала такое бурное обсуждение вас всех хочу поблагодарить за участие в вебинаре и повторюсь пригласить вас на все наши будущие вебинары мы уже начинаем вас потихоньку поздравлять с новым годом и рождеством но наши вебинары не прекращаются на этой неделе и даже на следующей неделе они будут проходить аж до 28 декабря каждый день приходите будет очень интересно вебинары и хватит вебинары и все вебинары и вебинары и вебинары и аж и и вебинары и и и